В Иванове заменят устаревшие детские игровые комплексы во дворах многоквартирных домов. В прошлом году в городе из-за новых требований демонтировали 172 аварийных элемента. В этом году еще 215 единиц нуждаются в замене. Губернатор подчеркнул, если игровая площадка демонтируется, на ее месте немедленно должна появиться новая. Региональный бюджет окажет поддержку. Обратную связь с жителями поможет наладить региональное отделение Союза Женщин России. Очередной этап благоустройства набережной реки Увадь начнется сразу после майских праздников. В этом году сделают участок от самого Лоского моста до моста Энергетиков. Набережную продлят еще на один километр, а всего площадь благоустройства составит более 7 гектаров. Здесь проложат пешеходные дорожки, проведут освещение, установят уличную мебель и высадят цветы и кустарники. В планах всю набережную города сделать в течение нескольких лет. Жители региона, ставшие участниками программы доказификации, второй год могут воспользоваться дополнительной мерой социальной поддержки, специальной субсидией на покупку, установку газоиспользующего оборудования и подключение домовладения к газораспределительным сетям. В прошлом году в Ивановской области действовала региональная выплата. В этом году мера поддержки софинансируется с федерального бюджета, а ее максимальный размер увеличен. Также претерпел изменения и порядок получения льготы. Размер дополнительной выплаты будет равен затратам гражданина на газификацию домовладения, но не более 100 тысяч рублей на дом, в котором он проживает. Субсидии перечисляются организацией, с которой гражданин заключил договор на выполнение работ. При этом сумма, подлежащая уплате, будет уменьшена на размер субсидии. Льготу можно оформить в органах соцзащиты по месту жительства. До 1 декабря этого года.